Он называется реальный импортозамещение Российской Федерации. На примере конкретной разработки, совершенной с участием отделения Академии по Крыму и Севастополю, я хочу продемонстрировать, с чем сейчас сталкиваются производители, желающие и могущие вступить в программу импортозамещения нашего государства. Как вы знаете, сейчас перед Академией Борис Иванович ставил задачу перед отделением по Крыму в Академии стоит задача импортозамещения высокотехнологичной, наукоемкой продукции. И один из основных в жизни нашего здравоохранения это наркозно-дыхательное оборудование. На сегодняшний день при научно-методическом участии Крымского отделения разработано непосредственно для нужд Российской Федерации наркозное оборудование, цифровой наркозно-дыхательный аппарат, который удовлетворяет самым современным требованиям предъявляемым в мире вообще к наркозному оборудованию. Это возможность работы по полузатрынному и полностью закрытому контуру, низкопоточной анестезии, аппарат, который оснащен приборами и панелями для мониторинга основных показателей. Показатели это импульсоксиметрии, термометрии, бис-мониторов, мониторные рабочные активности, всем, что необходимо в наличии современного наркозного оборудования. Аппарат наш отечественный, который может работать со всеми известными ныне жидкими анастезиями, в том числе с его природным. Аппарат, которому существует ксеноновая приставка, позволяющая работать с ксенономом. И, по сути дела, это плод многолетней работы наших отечественных ученых. Более 40-летней работы конверсионного отдела по разработке медицинской техники, конструкции гавероким-автоматики Росавиакосмоса. То есть это те, кто разрабатывал авиационные двигатели для наших ракетников. Все аппараты серии базов были разработаны такими. К примеру, в 1976 году еще был разработан дыхательный аппарат, который был на орбитальной станции МИР. Первый в мире средний и был аппарат вообще с электроприводом, который был разработан дыхательным коллективом. Богатая история, я ее рассказывать подробно не буду. В свое время, еще в 2012 году, при увеличении венчурных фондов, мы сделали вот такой современный аппарат, который двое решение зарубежных каналов, что в условиях нарастающего инфлюцитно-бюджетных средств в регионах необходимости давать качественную медицинскую помощь при минимальных затратах очень актуально, особенно для медных регионов, для дотационных регионов. Полностью адаптированные условия работы в деревнях и населенных пунктах, с перепадами давления дыхательных газов в системе подачи дыхательных газов. И самое главное, обратите внимание, пожалуйста, на этот слайд, аппарат с цифровым дозированием анестетиков посредством специального инжектора. Нет испарителей, есть цифровое дозирующее устройство и четкое экономное расходование анестетиков осуществляется. Инжектор был разработан как растение, как разработан инжектора для ракетных двигателей. Вот так выглядит серийный образец. В 2015 году этот серийный образец уже появился. Он полностью соответствует требованиям самых высоких технологических наркозных машин в зарубежных аналогах. По технологическим конкурентам, по техническим характеристикам не уступает, а превосходит зарубежным аналогам, а стоит вдвое дешевле. Того, что обычно сейчас во всех учреждениях здравоохранения на территории Российской Федерации закупается. В 2015 году показывали это оборудование нашему премьеру Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Заняло призовое место на выставке передовой инновационной медицинской техники. Является президентом проекта прошел все возможные контроли и проверки. Наш аппарат. И как подтверждение инновационности, почему иностранцы сейчас обращают больше даже внимания, чем наши отечественные функционеры здравоохранения, самая претензиозная, самая придирчивая комиссия по признанию инновационной техники находится в Москве. В прошлом году мы прошли эту комиссию по науке, и наш народно-здыхательный аппарат включен в перечень инновационной высокотехнологичной продукции и технологии, что, как вы знаете, в регионах до определенного процента всего закупаемого оборудования должно быть таковы. Ведущий анестезиологи России, в том числе, увы, длинный покойный профессор Мизиков, главный анестезиолог Рюнцехай Митровский в свое время, давал очень высокие оценки и участвовал в реализации этого. Казалось бы, что еще нужно нашему отечественному здравоохранению? Бери и используй. Более того, в 2016 году было принято постановление правительства, известное, наверное, многим номер 1268, о недопустимости приобретения импортных аналогов, если в России, российскими производителями произведено что-то, что соответствует всем допустимым требованиям. И в перечне техники есть конкретно аппараты для инновационного наркоза. под эгидой Академии технических наук совершена такая прорывная инновационная разработка. Есть постановление правительства, которое, допустим, обязует те же государственные органы приобретать наше отечественное оборудование. Но последний слайд, говорите на него просто внимание, здесь плохо видно, но тем, как они вы проанализировали множество тендеров, которые осуществляются на территории Российской Федерации, в частности в Москве, мы видим, что все технические задания вопреки Федеральному закону и восстановлению правительства затачиваются специально от производителей иностранного оборудования. И здесь у меня, Борис Иванович, нашли президенту Академии от имени Крымского отделения и от меня как руководителя Крымского отделения есть конкретное предложение. Давайте в Минпромтору и в правительство Российской Федерации и в Минздрав направим от Академии коллективное обращение с просьбой жестче контролировать соблюдение Федерального законодательства и конкретно восстановление правительства 1268, дабы разработанные под эгитой Академии инновационные прорывные технологии поступали в наше учреждение здравоохранения, а не были затеркнут за нервы от этого самого здравоохранения. Всем вам желаю здоровья и благодарю за внимание.